Для меня очень большая честь то, что я могу здесь в этом святом месте служить вам таким образом, прославляя Бхагавадгиту. Это действительно удача, я даже волнуюсь, это странно для меня. И как-то переживаю, но здесь Кришна и Мать Радхарани всем управляют, и нужно быть очень искренним и смиренным для того, чтобы, знаете, все было по-настоящему. И изучение Бхагавадгиты, это яги, которые мы будем совершать, это медитация, это поклонение Бхагавадгите, это то, что взаимный процесс. То есть не получится так, что если я даже буду здесь плясать, как-то вот все буду делать, это не значит, что это проявится как-то. Это только совместно с вами, потому что очень сильно зависит от аудитории, от жажды аудитории, от искренности аудитории. Это совместный процесс, и если мы будем таким образом искренне похороняться Бхагавадгите, то тогда Кришна проявится проявится в этом месте. И что объединяет нас здесь, почему мы приезжаем во Бриндаван? Нас привлекает Кришна. Так получилось, что по милости Шила Праупады в нашем сердце появилась маленькая крупица веры, маленькая крупица веры в то, что существует такая удивительная личность, такое удивительное существо, которого зовут Кришна. И говорят, что Он невероятно хороший, и что с Ним общаться одно удовольствие. И что то, что мы ищем в этом мире, какие-то радости, какие-то приятные вещи… Матыши, спасибо большое. Какие-то приятные вещи, какие-то удовольствия, что все это крупицы, крупицы безграничного блаженства Кришны. То есть мы все ищем Кришну… Еще раз прошу, пожалуйста, заранее приходите, ставьте все диктофоны, чтобы мы уже не отвлекались на эти все вещи. Видите, мы отвлекаемся и не можем никак сосредоточиться. Итак, Шила Прабхупада зародил в нашем сердце вот эту искру веры, что существует Кришна. Есть Кришна, нет? Откуда Вы это взяли? Это же чудо! Вот спросите у любого нормального человека в России. Есть Кришна, говорит, фантастика, такого не бывает. Но мы в этом убеждены, что Кришна существует и что общение с Кришной, служение Кришне – это то, что сделает нас счастливыми. Именно поэтому мы приезжаем на землю Кришны. Именно поэтому мы говорим, обсуждаем слова Кришны. Потому что хочется стать ближе к этому удивительному существу, Богу, который при этом потрясающая личность. И мы только закончили тур, привозили сюда 150 человек, наших студентов из большого ведического практикума. Это новые люди, которые проучились у нас где-то год. И мы хотели им показать духовных людей, которые верят в Кришну, которые счастливы, общаясь с Ним. И мы ходили, знаете, интересно смотреть их глазами, их глазами на происходящее. И мы показывали им разных людей, интересных местных жителей. И действительно во Вриндаване это чудо, что вот люди, вот кого бы мы ни взяли, у них у всех есть стойка, убежденность, что Кришна существует. Вот это их делает особыми людьми. Может быть, они не все, знаете, как-то ведут себя, как рупы и санаты Нагасвами. Кто-то даже на рикше подрабатывает, кто-то даже подворовывает, может быть. Но вот у них у всех есть вот эта четкая убежденность, Кришна существует. Все говорят, рады, рады. Это чудо. Это необычные люди. И даже те, кого мы считаем, просто люди. Мы приходили в дом одних местных жителей, браманов, на Радхакунде. Они наши знакомы, мы регулярно туда приходим в гости, общаемся с ними. У них есть дочка. Ну, вот видели на Радхакунде, девочки бегают и пытаются продать вот эти вот глиняные штучки. Да? Цепляются, говорят, купи, давай. Вот. Она одна из таких. Она вот там заводила, у нее целая своя была банда. Вот они там поделили территорию. Вот такая девочка. Она сейчас выросла уже лет 12-13 ей. 16? Да уже точно, что ли? Уже 16, да. И вот ей, знаете, вот история, жизненная история, вот прямо из настоящего времени. Ей приснился сон. Вот обычная девочка из Вриндамана, ей приснился сон. И во сне к ней пришел, понятное дело, Кришна. И Кришна ей говорит, знаешь, вот мне уже хочется есть, мне хочется, чтобы мне поклонялись. Я тут уже в этой земле уже много-много лет нахожусь, и надо уже выходить отсюда. Тебе надо меня откопать. Вот она просыпается, ну это классика, да? Это как у Санатаны, у Рупу Госвами, да? Как у Рупу Госвами. Она просыпается, говорит, папа, Кришна приснился, вот здесь его надо откопать. Папе на работу, он Пуджари, он говорит, хорошо. Говорит сыновьям. Основья такие, знаете, большие, степенные, ну лишнего не копнут. А он говорит, надо копать здесь. И вот квадратик такой, вот такой квадратик. Вот здесь надо копать, дочка сказала, здесь надо копать. Они говорят, хорошо, вот отсек до сих покопаем, а потом у нас дела есть. Знаете, они прокопали там метр, может быть, и нашли божество. Огромное божество, ну прямо это божество Даршин, этого божества можно получить. Они нашли это божество, древнее божество. И, знаете, семья, недолго думая, отдала комнату, кухня, у них была кухня. Они вынесли все из кухни на улицу, эту комнату отдали под алтарину, а под алтарную, и все, Господь там живет. Раскрасили все, вот поклоняются. И мы так услышали эту историю, говорит, ну, тот-то услышал, Андреа Ачинти Кришна Прабом, он говорит, да ладно. Пошел к отцу, говорит, где божество взяли, откуда взяли божество? Он говорит, откопали. Где? Вот и яма есть. Для примера я хочу вам просто сказать, один духовный учитель, когда услышал эту историю, он рассказал примеры своей жизни. Одна ученица тоже ему сказала, что приснился Кришна и говорит, надо копать. И вот она, знаете, экскаватором, она экскаватором скопала вот огромное поле, ничего не откопала. А тут девочка просто тнула пальцем место, где? И вот через метр Кришна. Нормальная история, да? Реальная. Можно прийти и даршин получать. И вот, понимаете, есть преданность, есть любовь к Кришне. Для них это все настоящая жизнь. И Кришна отвечает им взаимностью. Много-много садху есть во Вриндаване, но один момент. Мы, в принципе, сюда и приезжаем, чтобы научиться вот такой преданности. Мы, в принципе, для того и живем здесь, чтобы принять это сознание, то, что мы называем сознание Кришны, осознавать Кришну. Но есть одна особенность. Бывает, что человек умеет играть на гитаре, на гармошке, на пианино. Знаете, вот так вот садится и играет. Или умеет петь. Но если у него спросить, а ты можешь меня научить? Вот проблема, что вот умеет, а научить не может. Такое бывает, да? Вот у вас есть личный опыт. Вот умеет человек что-то делать, спрашивает, а как ты это делаешь? Да не знаю, мы всегда так делали. Вот просто есть это чувство в сердце. А вот как мне его передать? Да я не знаю даже. И мы, что происходит? Мы пытаемся научиться сознанию Кришны. И мы видим, что есть у людей это сознание Кришны. Кришны. Но вот как сделать так, чтобы оно у меня получилось? Тоже проявилось. Я начинаю пытаться подражать этим людям, курить биди, спать на улице, не мыть волосы, знаете, чтобы с дредами было. Начинаю как-то так вздыхать, подпрыгивать, ну, как вот они, плакать. Вот это процесс. Каким образом мне перенять? Может, как-то вот оторвать у них? Как это взять у них? И вот одно дело иметь, другое дело перенять, научиться этому. И это не такая простая вещь. Притом, если еще добавить туда, что к этому сознанию Кришны еще и разные бывают, отношения с Кришной еще и разные бывают, еще и добавляются много всяких нюансов, разных особенностей, еще можно не тому сознанию Кришны научиться. Мы ведь, знаете, не разбираемся во всем этом. Кажется, люди плачут о Кришне. Но от чего они плачут? По-разному может быть. И поэтому для нас очень важно учиться у сознания Кришны у тех, кто для нас может его объяснить. Те, кто для нас его может объяснить. И Господь Шитане, который принес настроение Вриндавана в этот материальный мир 500 лет назад, он попросил Рупу и Санатану Рупу Госвами. Он дал полномочия Рупе Госвами и другим Госвами Вриндавана, чтобы они записали эту любовь философским языком. Чувство описать языком философии. Для того, чтобы люди могли, изучая эту философию, по кусочкам сконструировать вот это настроение, которое принес Господь Шитане. И Рупа Госвами, Его последователи и в нашем случае это Шива Праупада принес это до нас для людей Запада, принес это сознание, сознание Кришны понятным для нас образом. Мы спрашивали, ну пусть насмотревшись всего этого чудо, чудес во Вриндаване разных святых людей, вот эту историю про Божество и ну всего-всего насмотревшись мы пришли Госвами Махараджу и говорим, Махарадж может нам поселиться на Радхакунде с бабами вот этими, ну как бы здорово же как вот. И он ответил нам, что духовный учитель, который может передать сознание Кришны, должен обладать несколькими квалификациями. И первое, что с одной стороны у человека должно быть, чтобы поделиться сознанием Кришны, у человека должно быть сознание Кришны. Но у них есть сознание Кришны. То есть должно быть сознание Кришны глубокое понимание чистого преданного служения. Вторая вещь, которая должна быть, он должен понимать, он должен говорить на нашем языке. И не в смысле на русском языке, а понимать наш менталитет. – потому что мы для местных людей очень непонятные существа. Точно так же, как они для нас. То есть совсем другой культурный… они какие-то вещи просто не понимают. Вот мы вот так вот делаем – это нет, значит. А вот так они делают – это да. И вот мы не можем друг друга понять. Другие шутки, другие слова, другие повадки. Допустим, открыть окно и выкинуть туда тарелку из-под просады. Нам кажется дико, а тут, ну, а чего, мы так всегда делали? Я сейчас шучу. И нам что-то непонятно. И, соответственно, мы приходим со своими проблемами, а нас даже не могут понять. Потому что по-другому. Знаете, мы пришли к Ришикеш Баба, и он там, наши студентки, – он спрашивает, ты замужем? – Нет. – Почему? – Говорит, не знаю. – Вот это да! То есть для него это дико, ну, то есть он не может понять. А у нас нормально? У нас, ну, а что, мы как бы на равных, то есть мужчины и женщины на равных, а здесь такого нет. И это только одна из каких-то вещей. Очень много непохожих, очень сильно культуры разнятся. Поэтому, объясняя человеку из другой культуры сознание Кришны, он не поймёт. И третья вещь, то есть первое, у человека должно быть сознание Кришны. Второе, он должен понимать язык того, кому он говорит. Менталитет этого человека, на его понятном, на понятном ему словах, на понятных ему образах объяснять это всё. И третье, он должен хотеть, очень сильно хотеть этому человеку помочь. Хочет взять ответственность, чтобы человека ввести в сознание Кришны. Так вот, вот эти последние две вещи, вот их нет. Вот вы придёте к какому-то святому местному, вы не сможете объяснить, вы не сможете договориться. И он не будет с вами возиться. Он не будет, вот знаете, вот с ним вот как-то вот, как в Искон. Там нет такого. Там нет такой вещи. И поняв это, я был ещё, ну как бы, ещё больше я оценил милость Шилы Праупады, который, знаете, понятным для рационального ума западного человека объяснил сознание Кришны. Вот если бы мы без Шилы Праупады просто приехали во Вриндавы, ну одни сантименты. И мы бы не поняли этих сантиментов. Ну да, здорово. Да, красочно. Да, краски летят в воздух. Потрясающе. Хорошее ощущение после. Замечательно. Ну что, о чём речь, как это, что за рады-рады, что за девушка из Варшаны, кто она? Непонятно. Но когда мы приезжаем на основе книг Шилы Праупады, на основе его виденья, то это всё становится совсем, знаете, всё чётко становится. И Шилы Праупада литры крови своей пролил для того, чтобы эта организация, чтобы эта забота, понятная для западных людей, проявилась как искон. И так для нас сознание Кришны, Вриндаван, открывается через Шилы Праупаду. Это не просто наша какая-то вера, это действительно так и есть. И философия сознания Шилы Праупады находится в его книгах. И его книги – это изложение учения Господа читаний, учения Рупага Свами, понятным для нас, западных людей, языком. И в этих книгах находится то, что мы называем шастрия-шрада. Шастрия-шрада – это значит «вера основана на шастрах». Что такое шастрия-шрада? Это означает, что у человека есть вера в суть священных писаний, ветх. И суть ветх – это бхакти, чистое преданное служение. То есть вера в чистое преданное служение. То есть человек читает, и он прям, знаете, так «верю в это, принимаю это». И вторая составляющая шастрия-шрадхи, что у человека есть воодушевление выполнять эти наставления. То есть шастрия-шрадха означает принятие философии чистой бхакти и желание следовать этой философии. И вот это находится в книгах Шилы Прабхупады. И то, что мы с вами будем делать, изучая Бхагавадгиту, мы будем как раз эту шастрию-шрадху в себя впитывать, изучать и вдохновляться этому следовать. Это было небольшое видение. И сейчас я расскажу вам первое о том, что из себя представляет курс, который будет проходить у нас в течение двух месяцев по Бхагавадгите. и вторая вещь мы… Я расскажу вам, как будет строиться наше обучение, ну весь алгоритм, как это все будет происходить. И начнем мы с того, что… Скажем, поговорим о чем цель этого курса. Можете прям себе записать и каждый раз, знаете, смотреть на эту цель. И если я буду от цели отклоняться, вы можете прям меня возвращать к этой цели и говорить, подождите, у нас есть цель. Если цель определена, то она достижима, и мы должны сформулировать ее. Цель – создать основу. Можете записать прям под диктовку, у вас это будет как вопрос на экзамене. Цель – создать основу для дальнейшего самостоятельного изучения и углубления философии Бхагавадгиты для практики и проповеди сознания Кришны. Цель – создать основу для дальнейшего самостоятельного изучения и углубления философии Бхагавадгиты для практики и проповеди сознания Кришны. Записали, да? То есть, другими словами, то есть, мы хотим создать основу, то есть, с помощью этих уроков хотим создать основу для дальнейшего, чтобы в будущем вы могли самостоятельно изучать философию Бхагавадгиты. А зачем вам изучать философию Бхагавадгиты? Для того, чтобы практиковать эту философию и для того, чтобы рассказывать эту философию. И давайте сначала о изучении. Порой говорят, что нам не нужна теория. Слышали такое? Зачем нам теория, надо практика, главная практика. Но это неправильная предпосылка. Если нет теории, то практика не получится, практика невозможна. Допустим, вбегает человек в дверь, опоздал на урок. Вбегает и кричит, хватит теории, надо строить дом. Новый, третий русский дом. Вбегает, все на стройку, строим. И он никакой теории, никакого изучения инженерного дела, просто бежит, нанимает бригаду индусов и строит дом. Как вы думаете, что он построит? Как обычно. Как обычно. И вот что-то построится, но в этом невозможно жить. Он не умеет строить. Важна теория, нет? Где строить, какие документы, где водопровод провести, где электричество. Надо это все знать, а иначе будет как обычно. Теперь другая крайность. Человек сел изучать строительное дело, и сидит, год сидит, два, десять, тридцать, девяносто лет уже седой такой, с бородой. Уже вот завтра помирать. Ну как, дом ты построил? Нет. Но зато я знаю точно, как его надо строить. Нормально? Нет. Это тоже неправильно. То есть должно быть как теория, потому что теория помогает человеку понять, что надо делать. Так же нужно и это делать. Поэтому мы изучаем для того, чтобы мы могли практиковать правильно сознание Кришны. И вначале, так как у нас есть уже привычка неправильно себя вести, и мы даже не знаем, насколько мы привыкли вести себя неправильно. И даже приходя в сознание Кришны, с Кришной мы уже с Богом, уже вот преданные, а ведем себя так же, как в детском садике нас научили. Или в школе, не дай Бог, или в институте, или жизнь нас научила. И вот мы просто даже не замечаем, что так нельзя вести. А что я сказал? Я же все нормально. И поэтому, когда человек привык как-то себя вести, то для него очень сложно переучиваться. Для начала нужно понять, как это надо делать, что нужно делать. Пример привожу обычно с машиной. Кто-то вводит машину здесь? Поднимите руки. Немного. Немного. Может, не всем будет понятен пример. Обычно больше рук поднимают. Вот человек, который первый… Вот те, кто был, кто ходил в автошколу. Вспомните, когда вы сели за руль и нужно выехать на проезжую часть. Первый раз рядом сидит инструктор, который постоянно шутит. У него работа такая, он расхлаблять должен. Они все одинаковые. И вот вы первый раз за рулем на проезжей части вцепились в баранку. Очень страшно. Надо смотреть в боковые зеркала, надо смотреть вперед. Периодически бегают пешеходы. Вот в этот момент, о чем думает человек? Как вы думаете? О Боге. Нет. О чем вы думали? Ваше сознание было полностью, потому что новая вещь, новый навык. Но сейчас, когда человек водит машину, если уже 20 лет водит машину, одной рукой водит, другой по телефону разговаривает, третьей рукой что-то еще делает, четвертый что-то еще делает, легче стало, потому что научился человек. И поэтому вначале сознание Кришны немножечко аскетично, непривычно. И теория помогает человеку новые навыки воплощать своей жизни. Итак, первая вещь, что философская основа должна быть. Это цель. Вторая вещь, мы сказали о том, что мы будем изучать философию, это будет основа. То есть мы не всю философию изучим, но мы изучим основы. Основы для дальнейшего наращивания. Почему не сразу все изучить? Потому что сразу все изучить у нас не получится. Нет, конечно, мы все прочитаем. Вот я уже 20 лет преподаю Бхагавангиту. 20 лет. И вот я не могу сказать, что я вот уже изучил философию. Потому что философия изучается постепенно. То есть мы узнаем какие-то вещи философские, потом пытаемся их практиковать. Потом постепенно мы начинаем что-то понимать. Потом еще немножечко практикуем, понимаем еще больше. Вот если бы просто прочитав, можно было бы все усвоить, было бы классно. Но это не так. И обрести сознание Кришны можно только через служение. Об этом Кришна говорит в Бхагавангите, что только с помощью бхакти человек может понять, познать меня. Поэтому мы практикуем Бхакти. Но чтобы практиковать Бхакти, надо немножко о нем узнать. Вот немного узнаем, примерно понимая, что такое Бхакти, практикуем. Потом начинаем больше понимать, что такое Бхакти, лучше практикуем. Поэтому мы получим основы для дальнейшего углубления сознания Кришны. Зачем мы эту философию изучаем? Для практики и для проповеди сознания Кришны. Что означает проповедовать сознание Кришны? Сейчас модно говорить о том, что есть коственная проповедь и прямая проповедь. Вот я делю по-другому. Я делю на проповедь и не проповедь. Можно мне так поделить? То есть есть проповедь, это когда у человека есть сознание смиренного слуги Кришны, который перенял его, у своего духовного учителя, у Шива Прабхупады. И он живет в этом состоянии Бхагавадгиты, философии, чистой преданности. И когда человек живет этим сознанием, то он может имманировать из себя это сознание. Вот это и есть делиться этим сознанием с другими людьми. И как он делится этим сознанием с другими людьми? Через свое поведение, через свои слова, через то, что он людям что-то рассказывает. И вот когда у человека есть сознание Кришны, то даже когда он на работе делает пирожки в сознании Кришны, это является проповедью сознания Кришны. Потому что люди, когда смотрят, как он делает пирожки и не матерится при этом, это их очень воодушевляет. А я говорю, подождите, подождите, а что ты за человек такой? У меня есть друг, он преподает йогу. Он вообще ничего не рассказывает о Харе Кришне. Но через один-два месяца все люди начинают у него спрашивать, а что такое Харе Кришне? Он говорит, я не могу вам об этом говорить. Нам очень надо об этом узнать. Почему они такой интерес проявляют? Потому что у человека есть сознание Кришны. Когда у человека нет сознания Кришны, когда у человека, знаете, настроение злобы и зависти. Такой человек, даже сев на Вьясасану и рассказывает Шримад Бхагаватам, не проповедует сознание Кришны, а излучает злобу и зависть. Это не проповедь сознания Кришны. Шримад Бхагаватам приводил пример змея, которая коснулась молока. Про Маеваде он говорил это. То есть, люди могут цитировать Священное Писание, даже говорить о Кришне. Но это не будет проповедью сознания Кришны. Это будет распространение материального сознания. Поэтому, когда человек живет принципами Бхагаватгиты, такой человек может проповедовать сознание Кришны. Если мы сами не живем этим сознанием Кришны, то никакой проповеди, речи нет. Да, мы можем там что-то рассказывать, что-то убежденно говорить, куда-то зазывать и очаровывать кого-то, но при этом это не сознание Кришны. Это не проповедь сознания Кришны. Нормальное такое деление? Проповедь и непроповедь. Вот есть такие косвенные проповедники, которые настоящие проповедники, а есть такие не косвенные проповедники, которые вообще не проповедники. Поэтому, не по этому надо делить, а по плодам надо делить, что происходит с людьми, с которыми этот человек соприкасается. Становятся они лучше. принимают они чистой бахтии? Вдохновлены они идти к чистому бахтии или не вдохновлены? Вот и все. И цель этого курса, это мы все разбираем, комментирую, цель этого курса еще раз – создать основу. Основу – это означает, мы не все пройдем, но заложим основу для дальнейшего углубления, для дальнейшего самостоятельного изучения. То есть потом мы будем практиковать и постепенно все больше и больше будем понимать изучение и углубление философии Бхагавангиты. Философия Бхагавангиты – это философия чистой предности. Зачем мы будем изучать эту теорию, эту философию? Для того, чтобы практиковать эту теорию и для того, чтобы делиться этим сознанием с другими людьми. Это цель этого курса, такая амбициозная цель. И для того, чтобы достичь этой цели, для того, чтобы достичь этой цели, у нас есть несколько вещей, которые мы будем делать, чтобы эта цель была достижима. Первое, что мы будем делать – мы составим с вами шкаф. Шкаф. Прямо запишите – шкаф. Я даже вам его нарисую. Для того, чтобы у нас появилась основа и философское понимание, для этого должно быть все очень структурировано. был у вас, может быть, такой опыт. Открываете Бхагавангиту, читаете стих, комментарии, рассказали, и вроде все понятно. Но когда уже 10 стихов вместе стоит, уже непонятно, ну как бы, а как они связаны? О чем речь? А если спросить, а вот эти главы как связаны? А вот о чем говорится вот в этом разделе? А зачем говорится в этом разделе? И непонятно. Человек плавать начинает. И наш мозг так устроен, что если что-то не связано между собой, нет логической связи, то мозг отказывается это запоминать. Он говорит, не буду я это делать. Это нелогично. Ну, в детстве было проще. Там даже если нелогично, оно запоминается. Просто не все запоминает. Но взрослому человеку ему нужно объяснение. Причина, следствие, вот, как это. И вот это вот философское объяснение, когда все связано между собой, дает разуму возможность поступать правильно. Когда у человека нет четкого объяснения процесса, есть какие-то дырки в этом процессе, то он заполняет эти дырки тем, чему его научили в детском садике. Вот так у нас и происходит. Мы пришли к преднему, услышали что-то, услышали частично. И все пустоты заполняются тем, что там было. И появляется такое необычное сознание Кришны. Необычное сознание Кришны. В каждом городе свое необычное сознание Кришны. Самобытное. И для того, чтобы разума было понятнее, как и что и почему, очень важно, чтобы у нас была структура. Я называю это шкаф. И в этом шкафу у нас будет объяснение всех глав Бхагавадгиты, всей структуры Бхагавадгиты. То есть у нас будет три раздела Бхагавадгиты. В каждом разделе будут такие вот полочки. И на каждой полочке будут книжечки. Если мы берем вот эти большие полки, это разделы. Маленькие отсеки, это главы. А в каждой главе у нас будут интересные темы. очень полезные, жизненные для того, чтобы мы могли это практиковать в своей жизни. Поэтому вот этот вот шкаф у нас будет в конце этого курса. И как мы будем создавать? То есть еще раз, шкаф для того, чтобы первое, чтобы мы могли запомнить. Шкаф для того, чтобы мы могли оперировать этим. То есть когда мы знаем, где что находится, нам легко. Даже если у нас память не очень хорошая, мы знаем, мы по крайней мере знаем, где искать. Тем более у вас останется книга. Это будет главный шкаф. Эта книга. Вы будете знать, вы просто будете перелистывать картинки этой книги, у вас будет восстанавливаться вся логика Бхагавадгиты. И, соответственно, шкаф мы будем создавать каким образом? Первое, мы будем на уроке каждый день, каждый раз, когда мы будем начинать главу, мы будем каждую главу разбирать по логическим блокам. И связывать эту главу с большой схемой. То есть мы увидим, что есть три раздела. Сначала мы увидим, в чем цель Бхагавадгиты, основа, ради чего это Бхагавадгита, что Бхагавадгита хочет, к чему призывает. Потом, исходя из этой основы, мы покажем, как три раздела Бхагавадгиты приводят к этой основе. То есть они не просто как-то так вот, они к цели приводят определенные. Потом, как каждая глава приводит к цели, как каждый логический блок приводит к этой цели. То есть мы сделаем так, что у вас все будет связано. И я буду стараться это делать на уроках, и вы это будете прорабатывать в домашних заданиях. И также у вас будут экзамены. То есть мы будем пользоваться книгой для этого. Поэтому, если у кого-то нет книги, обязательно возьмите эту книгу. У Мандалапати, он хранитель этих книг. Сразу скажу, если вы думаете, что вы купите ее в России, это не так. Их всего осталось 300 книг, из них 100 здесь. Поэтому, если у вас нет этой книги, обязательно ее приобретите. Она вам очень сильно пригодится после курса. И у нас будет экзамен, где мы будем проверять ваше знание этих иллюстраций. Там будут такие иллюстрации без надписи. И вам нужно будет туда надписи вписать. Знаете, как в детском саду. Мы проверим всю вашу логику. Итак, как мы будем создавать шкаф? Мы будем каждый день проходить логику. Я уделю этому особое внимание. Потому что я проводил много раз бхакти-шастры, бхагавадгиту. И люди уже где-то ко второй, третий уже забывали, что было в начале. И ум отказывался запоминать дальше. Потому что он не видел, как это связано между собой. И поэтому родились вот эти картинки. Сначала их просто нарисовал на доске. Потом художник нарисовал это как картины. И потом мы издали это. То есть это очень важная вещь. Иначе вы все потеряете. Теперь это, то есть как мы еще будем, что мы будем еще делать, чтобы достичь нашей цели. Мы какие-то вещи будем учить наизусть. Мы будем учить шлоки. У вас будет... Сколько шлок у вас? Шлоки. 44 у нас шлоки. Из них 25 вам надо знать наизусть. Зачем нам нужно сдать шлоки? Шлоки это подобно таким вот, ну как вот, книгам на этих полках. Шлоки это такие ключевые узлы. Если вы запоминаете одну шлоку, то вы запоминаете все то, что связано с этой шлокой. И просто вспоминая эти шлоки, особенно важные из них, то вы сразу вспоминаете целый пласт философский. То есть каждая шлока это уже готовая философская речь. И мы практикуем это. Просто я вот сам повторяю шлоки регулярно. И когда повторяешь шлоки, то вся философия прокручивается. Ты просто вспоминаешь все эти вещи. Очень удобно находиться в сознании Кришны. Мы также будем запоминать с вами аналогии. О шлоках мы можем отдельно потом поговорим. Я проведу какое-то занятие небольшое, чтобы вдохновить вас их изучать. Как-то мы, для нас это важно. Аналогии мы просто тупо выучим. Но потом, когда мы их выучим, мы над ними подумаем. Потому что эти аналогии хорошо использовать так же, как и шлоки в нашей и проповеди, и для вдохновения. Так же мы в каждом разделе Бхагавадгиты, в каждой главе Бхагавадгиты выберем самые интересные темы. Самые интересные философские темы, какие-то иллюстрации, примеры, которые, знаете, наполнят красками эту книгу. То есть это, в принципе, то, ради чего она написана, что вот этот опыт Шива Прабхупада делится своим опытом. И мы будем разбирать особо важные темы философские, думать над ними, на примерах, что-то прорабатывать, что-то даже практиковать будем. То есть темы. И как мы будем проверять эти темы? У вас будут домашние задания. То есть каждый раз после главы у вас будет домашнее задание, которое вам нужно сделать. Там будут как раз вопросы по этим философским темам, которые мы проходим. Также будут термины. Может быть, немного терминов мы пройдем, но какие-то важные термины хорошо знать. Определение этих терминов, чтобы говорить на одном кришнаитском языке. Это тоже будет вопросов, термины. Итак, первая задача, которая у нас стоит – создать шкаф. Вторая задача, которая у нас стоит – запомнить важные шлоки, аналогии, темы и термины, которые есть в этом шкафу. Но иначе как мы будем этим пользоваться? Надо же знать эти вещи. И третья вещь, которая необходима, чтобы у нас появилось вдохновение. Потому что, мы же сказали, основа для практики и проповеди. Но чтобы вот это практиковать и проповедовать, должно быть вдохновение. Знаете, мы должны загореться. Если мы просто как-то вот почитали, подумали, это еще не значит, что у нас вдохновение появится. А хотелось бы, чтобы мы загорелись этим. Да, это надо попробовать. Как мы эту цель достигнем? Как это сделать? Приходить на урок надо. Надо приходить на урок. Я надеюсь, что благодаря тому, что мы будем здесь все это обсуждать, мы также будем обсуждать это совместно в группах и в парах. Это нужно для того, чтобы у нас появилось воодушевление. Потому что в сознании Кришны все-таки это опыт. И когда мы делимся своим опытом, когда мы слушаем, когда мы делимся, это дает воодушевление. И обычно так происходит. Обычно так происходит после курса Бхагавадгиты и у людей появляется вдохновение. Я надеюсь, у нас произойдет точно так же. И для того, чтобы это было лучше, то есть надо ходить на занятия. Я сейчас вам объясню, какой будет у нас алгоритм. Надо ходить на занятия. Еще раз повторяю. Не опаздывайте. Не опаздывайте. В 9.30 мы начинаем уже читать молитву, песни. Мы будем отдельно петь по вечерам. Урок начинается в 9.30. Это уже начало. Пожалуйста, к этому моменту будьте уже все здесь. Вторая вещь, которую нужно делать. Обязательно найдите себе напарника. Просто поймать надо какого-то напарника. Для чего? Для того, чтобы с ним вместе делать домашнее задание. Для того, чтобы обсуждать то, что происходило на уроке. Я свой опыт расскажу. Первый раз я попал на курс в бхакти-шастра в 99-м году. И у меня был друг. Его звали Ранганат. Хороший человек. Мы с ним подружились. Мы жили в комнатах соседних. И утром, значит, мы просыпались на мангаре где-то в, не знаю, 3.30. И я пока еще чистил зубы. Он приходил ко мне и говорит, знаешь, а я думал, вот это, вот это и вот это. Я внимательно слушаю и чищу зубы. Потом я заходил к нему в комнату, когда я уже омылся, и говорю, знаешь, я не согласен. То есть у нас с самого утра уже происходило обсуждение. Ну, не было времени. У нас было по 4 урока в день. По 4 урока в день. И еще, это помимо бхагаватам, и еще факультатив был санскрит. Я не знаю, как мы выдерживали, но вот так было. Притом это было зимой в Москве на одной каше. 99-й год. Что-то непростой был год такой. И гулять можно было только по тропинке в лесу вперед и назад. И вот мы учились. И вот такое воодушевление было. И вот благодаря тому, что мы общались, это позволяло нам проговаривать, потому что, когда вы говорите о чем-то, это углубляется у вас. Вы можете с двух сторон посмотреть на эту вещь. Вы сможете узнать, что у вас есть вопросы, оказывается. Так вы не поймете, пока не начнете обсуждать, не поймете, что у вас есть вопросы. Также это вот пары, это даже для тех, кто не будет, ну, кто не собирается ходить на специальные занятия по углублению материала. Даже если вы туда не будете ходить, 100%, вам надо с кем-то это обсуждать, если хотите это делать эффективно. Но мы специально сделали занятия. Сейчас, конечно, не заполнены еще какими-то уроками, но поближе туда к декабрю, ну, к концу декабря, в январе. Занятий будет, уроков будет немного. И поэтому вторая пара после обеда, третья пара после обеда, после обеда она будет посвящена тому, что вы будете собираться в группках для того, чтобы прорабатывать то, что вы изучали на уроке. Как это делать, я отдельно расскажу уже тем, кто будет в этих группах находиться. И это работает, это работает, это увеличивает эффективность и дает вдохновение. И также вам нужно обязательно прочитывать то, о чем мы говорили на уроке. Потому что я буду рассказывать эту логику, какие-то примеры. Но вот вы послушаете лекцию. Если вы не прочитаете это же в Бхагавангите, то вы не поверите, что это есть в Бхагавангите. Потому что, а где это написано? Так вам надо найти, где это написано, чтобы убедиться, что там оно есть. И когда вот после такого изучения, прочтения, вы будете потом читать Бхагавангиту, то все эти уроки будут всплывать, потому что они прям вмонтированы в Бхагавангиту. То есть вы будете листать, читать комментарии, и у вас все будет четко и понятно. Но если вы не будете читать, а будете просто ходить на лекцию, то эти уроки не свяжутся с книгой. И у вас отдельно будет книга и отдельно уроки. Понимаете? Поэтому не верьте мне на слово, находите все в Бхагавангите, подтверждение. Я, конечно, буду показывать, где что написано, но вам потом еще нужно самим это читать, друг с другом обсуждать. И тогда это все поможет этому, этой логике возникнуть, этому шкафу возникнуть. Это что касается цели и то, как мы цели будем достигать. Итак, цель этого курса – дать основу для дальнейшего изучения философии Бхагавангиты, для того, чтобы практиковать и проповедовать сознание Кришны. Теперь еще одну вещь мы сделали для того, чтобы вам было лучше учиться. Мы сделали чат в Телеграме. Вот кто не знает, что такое чат? Для тех будут распечатываться на… У кого нет смартфонов, поднимите руки лучше так. У кого нет смартфонов? У кого нету? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот у кого нет смартфонов, подойдите к Мандалопати Прабу. Мандалопати Прабу все знают? И вот вы впишитесь в списочек, и вот он вам будет просто распечатывать. Но вот у всех, у кого есть смартфон, вам нужно скачать приложение, которое называется Телеграм. Телеграм. Кто не сможет, не понимает, к Мандалопати обратитесь. Он вам объяснит, как его скачать. И также к Мандалопати Прабу прямо вот листочек сейчас мы оставим. У нас есть листочек? У нас есть листочек. И на этом листочке нужно написать свой индийский номер, который у вас сейчас есть. Либо номер, на котором у вас есть Телеграм, которым вы пользуетесь. Прям плюс семь или плюс девяносто один. И номер пишите. Зачем это нужно сделать? Чтобы Мандалопати Прабу подключил вас к чату, в который будет выкладываться все самое интересное. То есть домашнее задание, дополнительный материал и вот эти картинки, которые будут рисоваться на доске. То есть вот у нас уже есть Алексей, который фотографирует доску. Он будет выкладывать эти картинки в этом чате. Удобно же, да? То есть домашнее задание будет у вас. Вы открываете свой смартфон, а у вас уже там домашнее задание. Сидите и с ответами говорят. Сидите и просто работаете. Нормально же, да? Поэтому что надо сделать? Скачать Телеграм, написать на бумажечке. Вот бумажечка будет, где у нас? А мы вот здесь на столике. И вот на столике. А вот к нему можно подойти, он как раз и вас посчитает. Мандалопати Прабу. Вот телефоны ему, и он поможет, если что, Телеграм установить. Понимаете, да? Теперь для тех из вас, кого назначили кураторами групп. Были же такие, да? Наставниками групп, кураторами, ведущими. Лидеры групп это называют. Вот поднимите руку, кого назначили. С опаской. Помните, не стесняйтесь. Через Сиди Прабу нет, один есть. Ушел. Ну, вот Ишвара еще будет. Нет, не будет. Одним словом, те, кто уже назначены, или те, кто вдохновлен это делать, подойдите к Мандалопати, и он вас пишет в другой чатик. И для вас я буду отдельно. Дополнительный материал. Конфетки. То есть, зачем нужно, вот эти вот, что будут делать вот эти наставники, они могут, то есть я им буду давать то, как им организовывать обсуждение. Помощь для организации обсуждения. И так же, если вы вдруг в течение лекции не усмогли задать вопрос, или обсуждая, у вас возникли вопросы по Бхагавангите, то не надо меня их спрашивать. Меня не надо спрашивать. Надо подойти к своему лидеру и сказать, у меня вот такой вопрос. Если он удивлен так же, как вы, то он этот вопрос впишет в чатик, и я о нем узнаю, и отвечу. И оно сохранится все. Для всех. Видите, как удобно, вот в группе, когда мы будем. И так мы можем на ваши вопросы отвечать, можно на все вопросы ответить. Это по поводу чатов. Вы хоть вдохновляетесь, нет? Нет, что-то не вижу. Хорошо, это была первая часть. Есть ли у вас вопросы? Вот потому, что мы говорили. Мы поговорили о том, что, первое, сознание Кришны есть во Вриндаване, но не у всех мы можем Ему научиться. Это первое, о чем мы говорили. Шилупраупада наш Бриджабаси, который понятным для нас языком объясняет, что такое учение Рупа-Гасвами. Поэтому здорово, что мы можем укреплять свою шастре-шрадху, изучая книги Шилупраупады. То есть понимать, что такое сознание Кришны, не получает вдохновение на сознание Кришны. Вторая вещь. Мы сказали о цели этого курса. В чем цель этого курса? Слава Богу, вы записали. И для того, чтобы это достичь, мы сделаем шкаф. Я буду на уроках это делать. Вы будете в домашнем задании эту книгу штудировать, думать о ней, изубрить. Также мы будем какие-то вещи просто запоминать. это шлоки, аналогии, интересные темы и термины. И для того, чтобы это глубже вошло, мы будем это обсуждать на уроках. Вы будете это делать друг с другом. И третья вещь. Должно появиться вдохновение. Оно само собой приходит, если мы в процессе участвуем. Вот так. И про чатики мы сказали. Есть ли вопросы сейчас? Да? Конечно. А куда деться-то? Это хорошо даже. Это будет... Кстати, вот это обсуждение, это будет... Вот мы говорим, надо общаться в сознании Кришны. Как оно, общаться в сознании Кришны? Вот так. Как раз обсуждая философию сознания Кришны, это будет один из способов общаться в сознании Кришны. Еще есть по этой теме вопрос? Все понятно, да? Тогда вторая часть нашего сегодняшнего занятия. Мы поговорим, что из себя представляет Бхагавадгита. Давайте о Бхагавадгите поговорим. Что представляет из себя Бхагавадгита и зачем ее изучать? А у нас же будут открываться окна периодически. Или нет? Душно вот. Вам не кажется? Они не открываются, да? Шума, да? Ну давайте хоть одно. Там обезьяна забежит, да? А, ну ладно. Или студенты выбегут. Хорошо, давайте помедитируем, что из себя представляет Бхагавадгита. Вот ваше мнение. Вот я вот у вас спрашиваю, вот у вас спрашивают. Кто-то спрашивает, что такое Бхагавадгита? Ваш ответ. Бхагавадгита – это? Песть Бога. Еще какие ответы? Вопросы и ответы. Беседы Кришны Арджоны. Философский трактат. Инструкция жизни. Квинтесенция всех век. Часть Махабхараты. Да. Беседы учителя-ученика. Еще? Бхагавадгита – это? Философско-религиозное произведение. Мощно вы сказали. На все вопросы. И даже про интернет она расскажет, да? Говорит. Да? Инструкция жизни. Вот вы для себя просто, ну как-то надо списочек такой сделать. Просто для себя сделайте список, потому что вас могут спросить, и надо как-то вот так мощно ответить. Это хорошие ответы были. Особенно про то, что ответы на все вопросы. Всегда у меня возникает вопрос, а неужели там есть и о вот этом? Надо правильно понять, что ответы на все вопросы. Как правильно понять, что ответы на все вопросы? Жизненно важные, фундаментальные вопросы, решив которые решаются все остальные вопросы. То есть, если вы думаете, как устроиться на работу и найдете этот ответ в Бхагавадгите, то как вы найдете его ответ в Бхагавадгите? Обрети сознание Кришны и тебе не нужно будет работать в материальном мире. Этот вопрос отпадет просто. Работай в сознании Кришны. Там не говорится, на каком заводе это надо делать. Давайте я тоже поделюсь с вами несколькими пониманиями, гранями, что представляет из себя Бхага Вангита. То есть, первое, Бхага Вангита – это часть Махабхараты. Ну, чтобы вы знали, что есть огромное произведение, которое называется Махабхарата, это жизнь потомков Бхараты, так переводит Шила Прабхупада. И какая там завязка, что были сыновья? А они чьи сыновья? А они? Дритараштарпанду, чьи мы были сыновьями? Вьясадевы. Да, то есть, были, значит, соответственно, два клана было, потомки Вьясадевы, да? Это Панду и Дритараштра. И, соответственно, Дритараштар должен быть царем, но так как он был слеп, он не мог быть царем. И у него обида на судьбу. Соответственно, Панду стал царем, но, должен был стать царем, но помер. И тогда его сыновья должны были занять трон. Дритараштра не хотел этого. И вот эта вся завязка. Появилось две враждующие группировки, сыновья Дритараштры и сыновья Панду. И они как раз собрались на поле битвы. И вот Бхагавадгита – это то, что было рассказано на поле битвы Курукшетра. За сорок пять минут. Сорок пять минут вот там это проявилось. То есть, Бхагавадгита – это часть Махабхараты. Вторая вещь, что Бхагавадгита – это не книга из семисот стихов, это божественное знание. Если вы думаете, что Бхагавадгита – это просто вот семьсот шок, и вот она проявилась, это неправильно, потому что в Бхагавадгите находится определенное сознание, определенное умонастроение, умонастроение духовного мира. И в материальном мире у людей нет такого умонастроения. Они живут в гуннах природы. Поэтому Кришне для того, чтобы люди могли узнать об этом умонастроении, об этой йоге, связи с Богом, периодически нужно это настроение впрыскивать в материальный мир. Знаете, шприцом так вводить. Раз. И периодически он это делает. Бхагавадгита говорит, что Богу Солнце было поведано. Бхагавадгита. Но не семьсот стихов. Количество стихов может быть разное. Понимаете? Разное количество стихов. Вот вы выучили какую-то шлоку. Думаете, Виласвану тоже эту шлоку рассказали? Нет. Может быть, по-другому ее рассказали. Там другое количество. В Бхагаватам сколько стихов? А на райских планетах сколько стихов Бхагаватам? А сколько стихов Бхагаватам Бхагаватам и Упанишады изучают. Вы уже знаете, наверное, кто изучает Упанишады. Иши Панишады проходили? Да. Разделы Вед проходили? Да. Упанишады кто изучает? Да. Саньяси изучают. Уже все, отрешенные люди, которые философию. Так вот, Бхагаватгиту называют гита-панишад. И она является сутью всех Упанишад. То есть знание, находящееся в Бхагаватгите, является вот этим вот возвышенным знанием, трансцендентным знанием, которое изучают самые совершенные люди. Это гита-панишад. Об этом говорится вот здесь вот у нас в обведении Шага Прабхупада пишет. Гита-панишад является квинтиссенцией ведической мудрости и одной из наиболее важных Упанишад в ведической литературе. Теперь, что такое Бхагаватгита? Еще один ответ на этот вопрос. Это авторитетный источник, авторитетный источник знаний. И этот авторитетный источник знаний признают все люди следующей ведической традиции. Слышали такое Прастхана Трая? Что есть такой, как это сейчас я скажу, как это называется, чтобы не перепутать. Если какая-то философия, допустим, вы придумали философию. Вот Прабу решил придумать философию. А почему бы нет? И сказал, что, знаете, вот есть большой макаронный монстр. А? Есть, вот есть. Большой макаронный монстр, вот. И вот все произошли от него. И вот он дал такие заповеди и говорит, вот так надо жить. Нет проблем. Каждый имеет право на свою философию. Но если вы хотите, чтобы ваша философия была признана ведическими людьми, вы должны взять эту философию и с помощью этой философии объяснить все стихи Бхагавадгиты. Объяснить Веданта Сутру. Понимаете? Прастхана Трая означает, что человек должен доказать совершенство, сказать, истинность своей философии с помощью Смрити, Шрути и Веданта Сутры. И вот Бхагавадгита это одна из книг, которую должны объяснить, если хотят доказать истинность своей философии. Поэтому Бхагавадгита это источник, основа, там знания, которые вот авторитетные, на которые ссылаются. У нас есть комментарий на Веданта Сутру в нашей философии, Гаудио Вашнавы. Вообще наша философия, она подтверждена, Прастхана Трая, Шрути, Смрити и Веданта Сутра. Есть комментарии на Веданта Сутру Кришнаицкий? Чья? Баладе Ведя Бушина, да. Хотя Вашнавы не писали комментарии на Веданта Сутру, потому что у нас есть Шримад Бхагава, там естественный комментарий на Веданта Сутру. Но когда нужно было, то Баладе Ведя Бушина за несколько дней под диктовку Говинды, Господа Говинды написал комментарий к Веданта Сутру. Комментарий к Бхагавадгите есть в Вишнавске, к Купанишадам, к Ишипанишадам, вот это вот все для того, чтобы доказать истинность философии. Поэтому Бхагавадгита это источник знания, принимаемый ведическими философами и принимаемый даже западными философами. Если вы откроете Бхагавадгиту последнюю на обложке страницу, там будут цитаты разных великих мужей Запада, которые преклоняются перед Бхагавадгитой и говорят, что это очень-очень серьезная книга. Также Бхагавадгита является, если есть еще один ответ на этот вопрос, Бхагавадгита является живой личностью. Бхагавадгита – это живая личность, потому что в духовном мире все имеет форму. Поэтому Бхагавадгита – это сам Кришна. Вот я вам расскажу, как он выглядит. Это написано в Гитамахатме. Лакшми спросила, «Дорогой Господь, если ты сам удивлен действием своих энергий и пытаешься измерить их пределы, как может Бхагавадгита описать твои безграничные энергии?» И Вишну сказал, «Я сам проявился в форме Бхагавадгиты. Знаешь, что первые пять глав – это пять моих голов». Представляем, пять голов. Следующие десять глав – это десять моих рук. А шестнадцатая глава – это мой желудок. Последние две главы – мои лотосные стопы. Именно так нужно воспринимать трансцендентное божество Бхагавадгиты. То есть Бхагавадгита – живая личность. Поэтому, если вы думаете, что вот сейчас я возьму книгу Бхагавадгиту и сейчас как ее изучу… Слышишь, Бхагавадгита, сейчас мы тебя изучать будем. Вот сейчас мы тебе прочитаем и все поймем. Это не работает. Это не так происходит. Конечно же, мы почитаем там в конце нашего Пхагавадгита будет говорить о благах, которые приносит Бхагавадгита. Но если мы говорим, что вот у вас есть тысяча рублей. Вот если вот тысяча рублей есть? Есть тысяча рублей. Дай тысячу рублей. Он говорит, нет. Я говорю, как нет? Что, денег нет? Есть. Дай тысячу рублей. Не дам. Почему? Не хочу. Не нравишься ты мне. Вот ходили вот, когда вам нищие, попрошайки вас говорят, дай денег. Вы что говорите? Харе Кришна. Почему? У вас же есть деньги. Да. Сам тот факт, что у меня есть деньги, не говорит о том, что я сейчас буду их давать всем направо и налево. Потому что я живой человек, и у меня есть хочу, не хочу. Нравится, не нравится. Так? Если Бхагавадгита – живая личность. Вот мы можем, говорят, вот так вот ты даешь знания, освобождение. Вот одна буква из Бхагавадгиты дает освобождение. Ну, я что-то не чувствую. Почему не дали ничего? Ну, не нравишься ты мне. Наглый ты просто. Наглый. По смирению надо быть. Правильно? И вот если мы хотим получить милость Бхагавадгиты, нужно личностно. Лично значит, ну, как-то вот смиренно, не хамски, как-то вот так вот сложив ладони, вот так надо в Бхагавадгите. Обычно мы пуржу проводим. Сейчас мы не подготовились. Вообще, по-хорошему, надо поклоняться Бхагавадгите. Прямо перед тем, как читать, надо колбу прикладывать. Понимать, это живая личность. Еще не факт, что читая ее, вы все поймете. Но если как-то смиренно, личностно к ней подходить, не хамски, а как-то с такой молитвой, то шансы повышаются. Все равно мы не можем требовать, знаете, отдавай тысячу рублей. У тебя же есть, ну, вот надо как бы богословность завоевать, богословность. Немножко усложняется, да, процесс? Гитабейс – это та же самая личность. Да, это же не книга, это же личность, которая проявляется в гитабейсе и в бумажном издании. Уловили, да? Итак, Бхагавадгита – это живая личность. Также Бхагавадгита, последнее, что хочу сказать, Бхагавадгита говорит о дхарме человека, о предназначении человека. Сейчас модная тема – предназначение. Вы знаете, какое ваше предназначение? Все говорят, не знаю. Вот Бхагавадгита говорит о предназначении. Странно, да, ведь о чем говорит, если так вот со стороны посмотреть, о чем Бхагавадгита говорит? А? Убей, да? То есть, значит, хороший Арджуна, который говорит, надо пожалеть, стоит, и рядом стоит Кришна, который говорит, убей, это твой долг убивать. И вот какая, и вот если не соображает человек, он, вот, читая Бхагавадгиту, как вот будет думать, что долг всех людей убивать ближних, кто бы они не были. Ну, не дурак ли? По приказу учителя. Вот, смотрите, там речь о другом вообще, там не про убийство речь. Просто у каждого есть своя работа. Так уж получилось, что Арджуна работал военным. Вот вы работаете военным? Нет. А кем вы работаете? Брамачари. Человек работает брамачари. У брамачари есть обязанности. Долги, дхарма. Кто-то работает женой, правильно? Вот. У него тоже есть свои обязанности. Так вот, у каждого человека есть свои обязанности. То есть то, что он чувствует, он должен делать. Это мой долг делать. Теперь смотрите. Вот эти обязанности можно выполнять по-разному. Можно выполнять, как вот, знаете, как чувствуется. Вот чувствую, вот если он воин, говорит, то чувствую, надо стрелять в обе стороны. Вот. Если он брамачари, он говорит, вот чувствую, надо вот это делать. И здесь поесть, и вот здесь надо поесть. Вот если эта жена, говорит, чувствуешь, лучше будет три мужа у меня. Как бы наверняка, чтоб позаботились. То есть это один вид исполнения своего долга. То есть человек сам придумывает его. Но Бхагавадгита объясняет, как человеку выполнять свой долг так, чтобы это нравилось Кришне. Чтобы не придумывать самому, как мне надо жить. А чтоб делать так, чтобы Кришне это нравилось, и, соответственно, это совершенство жизни. И если мы берем Бхагавадгиту, Арджона по-любому сражался бы. У него на самом деле не было выбора. Сражался бы, или он убежал, все равно бы сражался. Вопрос был, как он это будет делать так, чтобы это возвышало его, их, и Кришна был доволен. То есть Бхагавадгита учит одной вещи, что долг человека не придумывать самому, что будет благом для всех. Потому что когда мы сами придумаем, что будет благо, мы всегда чего-то не учитываем. Всегда чего-то не учитываем. Вот у нас был сейчас случай необычный. Одна женщина в нашей группе заболела очень сильно. У нее помутился немножечко разум. И мы, чтобы помочь ей, взяли у нее паспорт. Вот это она звонит. На ночь, чтобы ничего не произошло. Чтобы, знаете, она как-то так позаботилась, чтобы она осталась в гостинице, чтобы, не дай Бог, она не контролировала себя. И вот это может показаться, знаете, ну это же насилие. Это же насилие. И даже, как бы, хозяину гостиницы это показалось насилием. Он стал возмущаться и говорит, отдайте ей все, пусть идет куда хочет. И в итоге она ушла куда хочет. И сейчас все страдают. И вот он думал, что он совершает благо. Он думал, что он правильно поступает. Но он не учел какие-то обстоятельства. В итоге его благо принесло только горе. И вот Бхагавадгита говорит о том, что если мы хотим, чтобы наши обязанности приносили нам благо, нужно их делать так, как советует Кришна. Вот такая мудрая книга о предназначении. Итак, вот несколько вещей. Это вот к тому, что вы уже сказали, что Бхагавадгита ответы на все вопросы, что это, что мы еще говорили, что философская инструкция к миру и так далее. Вот еще несколько дополнений. И вам нужно для себя вот четко какие-то вещи, чтобы у вас были готовые ответы. И теперь, если это живая личность, если это наука Адхарми, если это знание, которое периодически проявляется в этом мире, что дает, что он может нам дать общение и изучение Бхагавадгиты? Общение с Бхагавадгитой и изучение Бхагавадгиты. Вот можете написать себе, изучение Бхагавадгиты, прям запишите себе, это способ поклонения Господу, так как это живая личность, это способ поклонения Господу, благодаря которому можно обрести совершенное знание, на основании которого можно достичь совершенства самому и поделиться им с другим. Это способ поклонения Господу, благодаря которому можно обрести совершенное знание, на основании которого можно достичь совершенства самому и поделиться им с другими. Вот что дает Бхагавадгита. Способ поклонения, то есть изучение это поклонение Господу, благодаря которому, благодаря этому поклонению, можно обрести совершенное знание в своем предназначении, на основании которого можно достичь совершенства самому и поделиться им с другими вот это то что дает изучение бхагавангиты похоронение вот так и воспринимать следующий раз когда возьмете книгу похоронение похоронение живая личность смиренно позволь мне что у нас так как ум устроен мы привыкли вот если я что-то прочитаю что я пойму но это не факт даже с обычными книгами и книгами так происходит то есть есть какие-то инструменты которые мы привыкли использовать для того чтобы обретать знания так вот бхагавадгиту этими инструментами можно конечно пользоваться но вот сумилась бхагавадгиты вы не получите для того чтобы это было эффективно нужно с таким с почтением смирением с такой вот уважением относиться к изучению бхагавадгиты еще одну вещь хочу сказать для вас относительно бхагавадгиты особенность комментария комментария шилопраупады в бхагавадгите мы изучаем бхагавадгиту с комментариям шилопраупада и называется бхагавадгита как она есть первая вещь что существует много переводов бхагавадгиты и чем это бхагавадгита как она есть отличается от тех других комментариев целью целью отличается обычно что так как бхагавадгита известна знаменита тот человек который придумывает какую-нибудь историю допустим про макаронного монстра и чтобы она эта философия проросла на земле бхара товарши нужно подвести туда философскую основу из бхагавадгиты человек берет бхагавадгиту и пытается с помощью бхагавадгиты доказать свою теорию то есть чем цель у него бхагавадгиты доказать свою теорию из доказать точку зрения и вот в основном что делают люди они берут какой-то авторитетное описание для того чтобы подтвердить свою точку зрения вот эта цель что делает чистый преданный чем интересуется чистый преданный а чистый преданный интересуются кришной вот чтобы кришна был доволен вот чтобы кришна проявился чтобы кришну показать поэтому он берет кришну и что он делает он говорит вот кришна вот он вот это говорил, вот это он имеет в виду. Он не добавляет туда никаких своих других целей. То есть цель чистого преданного сказать просто о том, что говорит Кришна. Цель других людей, у которых другие цели в жизни. Замечали может быть, что правду можно говорить по-разному. И можно одну и ту же правду сказать так, что… Опыт есть у вас, да? У тебя нос кривой. Правда? Вот линейка давай померяем. Вот. И все, человек уже никогда не придет на урок по Бхагавангдите. Хотя это правда. Но какая цель у меня была? Я хотел ему помочь. Нет, я хотел просто его унизить. Получается, вот мотивы разные. И в зависимости от того, какой мотив, человек берет одни и те же факты и стряпает из них то, что помогает ему достичь его цели. И комментарии непреданных, чем они интересны? Тем, что они Кришной не интересуются. Они берут слова Кришны, они берут философию Кришны для того, чтобы использовать это для каких-то своих целей. Комментарий Шила праупады заключается в том, что он берет слова Кришны и показывает, о чем же говорит Кришна. У него нет других целей. Это первое отличие от других комментариев. Вторая вещь, в чем особенность этого комментария, что есть два типа комментариев. Два типа. Один называется словом башья. Это когда комментарий дается на основе какого-то, какой-то определенной цели, определенной идеи. Башья. Давайте, может, как-то нарисуем. Сейчас я приведу пример. Башья. Стираться у нас сложно, да? А, есть. Вот она. Я взял, взял. А губка? А вот это тоже классно. Вот это классно. Спасибо. То есть, вот есть какая-то идея, и вся Бхагавадгита, все стихи, они вокруг этой идеи. То есть, они все направлены на эту идею. Это называется словом башья. И комментарий Шила праупады написан в стиле башьи. И второй вид комментариев называется тика. Это когда берется вся Бхагавадгита и логически, поэтапно объясняется от одного стиха к другому. Я приведу сейчас пример. Я приведу пример, чтобы вам было понятно. Допустим, вы хотите приготовить... Это последнее, о чем мы скажем. У нас время кончилось. Допустим, вы хотите приготовить борщ. Как приготовить борщ? Давайте инструкцию. Первое. Купить овощи. Второе. Помыть-порезать. Третье. Повар приготовить, предложить, раздать. Шесть пунктов. Семь пунктов съесть. Вот семь пунктов. Вот это у нас семь вещей, которые надо сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь вещей, которые надо сделать. Теперь давайте прокомментируем вот этот алгоритм, который мы написали. Давайте прокомментируем в стиле тики. Тика. В стиле тика. То есть первое. Купить овощи. Давайте комментарии. Все. Это комментарии к этому. Правильно? Переходим к следующему пункту. Надо их помыть и порезать. Как резать, как мыть, как? Вот все вы знаете, да. Теперь следующее. Найти повара. Комментируйте. Там браман. Еще что. Чистый, мытый там. И так далее. Теперь как готовить? Комментируйте. Кухня должна быть чистая. Обезьянье должно быть. Там шкафчики. Там вот это вот все, чтобы чистота и так далее. Комментарии, да? Потом нужно предлагать. Комментируйте. Мантры с любовью на алтаре этим богам. Боги бывают разные. Лучше Кришне. Туласе надо положить. Уловили, да? Вот это мы сейчас комментировали вашу инструкцию, как готовить борщ в стиле тика. Понятно, да? То есть берется каждый пункт и к нему дается подробный комментарий. Теперь как это будет в стиле башья? В чем цель приготовления прасада? Кришна. Кришна. Теперь давайте мы прокомментируем все эти пункты с точки зрения этой цели. Почему? Потому что я буду готовить для Кришны. То есть первое, значит, как купить овощи. Про овощи. Надо купить овощи. Овощи надо самое лучшее, потому что Кришна Ей самая лучшая. Лучше самому вырасти. Теперь вторая вещь. Помыть, порезать. Комментируйте в стиле башья. Потому что, чтобы Кришне понравилось. Теперь повара надо комментируйте в стиле башья. Преданный любит Кришну, потому что Кришне не нравится, когда готовят какие-то кудлатые люди, немытые. Ему не нравится. Уловили, да? То есть в каждом тексте у вас будет цель. Вот это комментарий Шилы Прабхупаны. Вы берете самого первого стиха, и он сразу вам говорит о стихе 18, 65, 66. И он всю Бхагавадгиту, все стихи Бхагавадгиты, комментирует с точки зрения двух этих стихов. Это комментарий башья. Стиль, который Шилы Прабхупады используют для своих комментариев. Понятно? Чем хороший этот комментарий? Чем в такой стиль подходящий? Почему он выбрал такой? Потому что ачарьи другие, они также дают в другом. Вот первый вариант. В комментарии в стиле тика. Они в таком варианте описывают. И тогда Бхагавадгита немного по-другому будет комментироваться. Почему Шилы Прабхупада? Ну, давайте подумаем с вами. Чем хорош этот комментарий для нас? Память коротка. Поэтому надо всегда... И поэт, и мы должны предаться Кришне. Вот первое... Давайте еще. Мало времени. Мало времени. Окей. Да? Точно. Потому что человек-то не дочитает до конца. Вот один стих прочитает, там уже ему успеют сказать. Там уже ему успеют сказать. Какое самое часто встречающее предложение в комментариях Шилы Прабхупаны? Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, 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 Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Когда они издавали Бхагаваджи, в Японии, то люди сказали, японские редакторы, вот эти вот издатели сказали, надо убрать эти повторы. Это же недостаток. И они убрали там, 40% убрали вот этого всего, потом уже, вы понимаете, да, урезали там повторы все. А зачем он их повторяет? Чтобы люди не запоминали, а ради чего, да? Вот если в стиле Тика нам дать комментарии, особенно в первые разы, все застрянут на третьей главе. Может даже на первой. Потому что непонятные слова и имена. Вот так вот на третьей, там райские планеты, Армаканда, и все там успокоится. До конца никто не дойдет. Поэтому Шива Прабхупада, очень удачный этот стиль. Люди не знают культуры ведической, очень легко могут запутаться. Поэтому все время надо напоминать, ради чего, почему, куда мы идем. Все время нужно об этом вспоминать. Это комментарий стиле Башьи. И мы в этом курсе, преданные, в этом курсе будем пользоваться, для составления логики, будем пользоваться комментариями Шивы Прабхупады. Сразу скажу, что есть несколько комментариев. Баладеви Дебушина, Вишваначи, Кармарси, Дакур, которые доступны также для нас. И порой преданные, изучая Бхагавадгиту, они изучают сразу, вот с первого раза, сразу с тремя комментариями. Они берут стихи, вот этот комментарий, вот Ачария здесь так, вот так. И в итоге возникает такая запутанность. Потому что у этих комментариев разная логика. Там разная логика. И она везде правильная. Но просто если изучать комментарий, нужно его от начала до конца сначала изучить, целиком. Потом второй целиком изучить. Потом третий целиком изучить до конца. А потом уже тогда будет понятно, как они комбинируются. Если сразу пытаться с трех тучек зрения смотреть, то возникает каша, и тогда не срастается логика. И поэтому, чтобы у нас все нормально было с логикой, мы будем пользоваться комментариями только, в основном комментариями Шива Прабхупады. Он также пользуется комментариями Ачарьев, несомненно, он на них ссылается. Но мы будем больше опираться на то, о чем говорит нам Шива Прабхупада. И этот курс, я пользовался для составления этого курса, соответственно, книгой Буриджана Прабхупады, курс, который Бхакти Шастры, который он составил, и также лекции Мегасвами Махараджи, которые он давал по этому курсу. Там немножечко есть какие-то разные объяснения каких-то вещей, но в принципе это про одно и то же. И в этой книге, которую мы уже, наверное, завтра начнем открывать, смотреть, вся эта логика, там цитаты, откуда, из комментариев Шива Прабхупады, которые помогают нам увидеть, что логика взята из книг Шива Прабхупады. В принципе, все, что я хотел сегодня сказать. Подведем итог, что мы узнали о Бхагавадгите. Мы узнали вторая часть нашей лекции. Мы узнали, что Бхагавадгита – это личность, самое важное для вас открытие. Бхагавадгита – это о предназначении, что это знание, которое проявляется периодически, а также проявилось 5000 лет назад на Курукшатре. И в чем цель, что дает изучение Бхагавадгиты? Это поклонение для того, чтобы обрести знание, чтобы практиковать и раздавать сознание Гришны. И два вида комментариев. Разобрались, да? Разобрались. И у нас стиль башья, потому что все время мы куда-то улетаем, и нам надо ставить ради чего. Вот. И тогда завтра мы с вами начнем изучать видение. И уже в Телеграм я скинул домашнее задание. Для этого вам нужно подключиться к Телеграму. Мандалапати Прабу готов вас подключить. Запишет. У него есть бумажечка. Он запишет вас туда. И также я рекомендую вам почитать сегодня «Видение к Бхагавадгите». «Видение к Бхагавадгите». Вот просто прочитайте его целиком. И для того, чтобы вам было интереснее его читать, я также в Телеграме выложил документ «Разбор введения». И он разделен там на 10 частей. И вам нужно, знаете, когда будете читать, вы возьмите вот эту бумажечку и найдите эти разделы прямо в этом введении. Понимаете? Разделите это введение на 10 частей. Чтобы вам это легче было сделать, там есть документ. И каждая часть там есть формула. И завтра мы это введение разберем вместе. Но сначала вам надо его прочитать, разделить на части, найти, убедиться, что там оно есть. Вот эти разделы. Это ваше домашнее задание. И тогда до завтра. Не опаздывайте, пожалуйста. Завтра в 9.30. Спасибо.